Так, друзья, на экране 16.00 по московскому времени мы начинаем. К сожалению, самое интересное, большинство из вас, по привычке, опаздывает к экрану, пропустят. Здесь нет сенсации, все есть в одну. Давайте по порядку. Вот это вот дерево, выращенное из моего саженца. Так, вот. Очень интересный случай, особенный. Вот нас обычно слушает Александр Рейбрик, еще, кстати, потом будет еще один повод его вспомнить, и его замечательный журнал. Но это позже, так все упало. А пока я расскажу эту историю в динамике. Почему? Потому что у меня ничего в жизни случайного не бывает, сейчас вы это поймете. У меня одна из самых длинных историй выглядит так. Извините, у меня все время из аллергии чешется нос. Значит, однажды случился удивительный случай. Случился случай. Это было лет 15, нет, 13 назад. Я ехал по деревне Сизая, ехал в город. Вот. И у меня, я рассказываю, как вот, он не зря меня с Андроником, если такой был рассказчик, лучший рассказчик Советского Союза и его окрестностей. И сам Рейбрик, будучи главным редактором, умудрился меня сравнить с ним по разговорной речи. То есть, у меня это высокая честь. Попробуйте сейчас оправдать. Итак, лет 13-15 назад я подобрал женщину. А у меня есть одна особенность, которая делает меня исключительным человеком. Знаете, какая? Сказать? Последние 30 лет, что я регулярно мотаюсь на машине, проезжая Красный Ход, РСЗУ и Никитина в Майну, в Майнскую ГЭС, я ни разу не проехал мимо женщины, мимо детей, мимо стариков. Да и просто, учитывая погоду, дожди, морозы, просто всегда останавливался и подбирал людей. За это время я заработал 100 рублей. И то потому, что меня их тяжком подсунули, я не видел. Я всегда отказываюсь, когда террористически вот так вот делаю, вот так. Вот так. И всё-таки эти 100 рублей я тут же остановился в Майне и отдал ребёнку первому. Вот это мой принцип. Что я взамен получаю? У меня уже нескольких удивительных случаев. И вот этот случай получился один из самых удивительных. Поверьте, я говорю о душе. Это не какая-нибудь там проповедь. Нет, всё гораздо проще. Вот. Я получаю вот таким образом подарки. Объясняю. Подсаживаю женщину, она не просится, я сам останавливаюсь и везу её. И вдруг она говорит, а вы знаете, я у вас купила в Красном Хуторе несколько саженцев. Вот. А сейчас спрашиваю, у меня выросли груши вот такие вот. И вот так вот взяла и показала вот так. Вот. Я не знаю, какой сорт. Ага, говорю я. Говорил ей, давайте, вы не торопитесь, возвращаемся к ней обратно. Проехал почти сезон, возвращаемся, заходим. Подхожу я к груши. Лесная красавица. Но огромные плоды. Наверное. У меня такого никогда не было. Очень крупные, 3400 грамм были в моём саду, у Чернобаева, который я называю мой. Так как он из моих черенков выращен. И тёп не было таких крупных. Я это не мог не запомнить. И ещё росли молодые абрикосы. Раз, два, три, четыре, пять. И она говорит, это с вашего сада. Ладно. Идут годы. Выросли абрикосы и вылезли уже за, и стало видно, с дороги. Вот. Каждый раз я кого бы не вёз, я всё время гордо говорил. Это мои абрикосы. Это мои абрикосы. Это мои абрикосы. Наступил 2015 год. Наконец, у меня не выдержало любопытство. Я останавливаю машину, беру свою эту, которую я делаю. Телефоном. То есть, не телефоном. Фотоаппаратом я делаю видео. И это видео сейчас размещено в моё гостёвое. Оно интересно тем, что я больше часу ходил, рассказывал, учил молодёжь ихнюю. В надежде, что у нас станет больше. Хозяева жаловались на урожай. Урожай такие, что буквально от гостей не было отбоя. И от покупателей тоже. Вот так они жаловались. Покоя потеряли. Это вот эти пять абрикосов. Вот они все пять, сняты мной на камеру. Так, подтверждено, что это мои абрикосы. Для меня это был самый важный момент. Мои. Саженцы мои. Это важнейший момент. И я там ещё в этом фильме 2015 года. И потом я говорил одно и то же. Я везу в последние годы вот эту девушку милую, Елена Александровна Савинич. Уже аспирант, уже не студентка. Вот. И ей, в том числе, она подтвердит, я говорю одно и то же. То есть не одно и то, а то самое главное, я говорю. У меня, я последние два года назад, я спилил дерево. Патриарх уже не тот патриарх Маньчжуриц, а патриарх среди культурных. Огромное дерево, которое давало королевский плюс, привитый в него же Серафим, давало до 25 ведеру отдельные годы, не всегда. Вот. И я его спилил два года назад. Оно уже настолько было несчастное, бедное, но люди не понимали, что я за него держусь. Уже давало этого ведра два. И вот я его спилил, и я говорю, Елена Александровна, я везу её мимо. Это было, допустим, три года назад, заметьте. Это очень важная история, поэтому подробно всё. Когда-то в учебники войдёт. Я говорю, вот запомнила, а она запомнила, я потом проверял адрес. Номер дома и номер улицы. Здесь растут теперь самые, как бы их назвать-то, контрольные, да. То есть это близок к истине. Серафимы, королевские амуры. Так. И груша сама собой. Запомнила, запомнила. А они, мол, теперь, если что, оттуда брать веточку. Потому что у меня все эти годы менялось, менялось. Самое интересное было, когда... Ладно, этот самый, академик перестал, ой, Амур перестал быть Амуром. Чёрт его знает, что это такое. Я на прошлом вебинаре вам показывал. Но когда Серафим стал Амуром, у меня тут совсем снесло крышу. Я потерял полностью, это самое, привык на собой издеваться. Но тут уже дальше некуда. И вот такой момент наступил, когда вроде бы всё складно. Я на самом деле адрес запомнил. Я мог бы жить спокойно. И всего лишь позавчера, кажется, это было. Или позапозавчера. Вот. Урожай слабенький. Слабый даже в горах. А вот тут говорить, в майне ни черта нету. Сизой нету. У меня урожай слабый уже резова. Я имею в виду крупноплодные абрикосы. И что вы думаете? Ещё один момент. Я не могу подробно не рассказать. Пусть ещё несколько минут займёт. И накануне вот того, что этого случая, может быть даже за минуты, Лена Санна, сидя рядом с машиной, говорит. Я познакомилась с удивительным человеком. Он в Сизой делает сыры. А на самом деле он защитил диссертацию. Он кандидат новых. Я хотел расспросить подробнее об этом человеке. Пора познакомиться. Зовут Александр. И вот эта фраза её меня убила. Он знаком с вами. Он также смотрит вебинары. Он считает, что ваше открытие, что культурные растения появились раньше людей. Он считает её гениальным и так далее. Но думаю, это для меня кандидата наук. Это для меня очень важные слова. Ну, так примерно я перевожу её. И я... Едем мы, едем мы, едем. Я кашу глазом в её сторону и смотрю, что-то оранжево мелькнуло. Это что, совпадение такое? Вот. Когда мы остановились, так, я говорю, зайдём. Заходим, никого. Я чуть не челкнулся. Орал, орал, орал. Мне надо информацию. У меня трясутся руки, потому что я увидел вот это. Вот. Я увидел вот это вот сейчас. Ну, специально. Я наслаждаюсь. Я... Как-то называется. Я буквально... Я буквально... Это уже потом. Это уже потом. Потому что я ещё раз там побывал. Ещё один фильм снял. Вот. Вот это я фотографировал через забор. Вот. Потому что не догадался, когда там был. Растерялся, растерялся, растерялся. Вот. А вот это я... Это уже было вчера. Это повторная поездка. Это я поднял земли. Это богатство так пропадало. Вот. Что интересно, с одной стороны дерево, там где тень, они нормальные, такие, какие должны быть. Но, так же, как у меня, я жаловался, что у меня серофимы превратились в амуры. И у них теперь появились носы. Опять крышу сносит. Вот это богатство лежало на земле. Видите? Это я землю фотографировал. Для меня муравейники святые, чтобы на них не наступить. Вот. Ну, это вы видите красный хутор. Это у меня созревают. Это уже мои сливы начали падать. Вот это вы видите. Это вы видите. Вот. И, наконец, я заехал к Сергею в магазин. Вот. И сфотографировал, может, и самый крупный абрикос. Перед этим, значит, сфотографировал я на сану полный рост. Это доказательство того, что такие абрикосы существуют. Но они в те раза больше своих, те, которые, я помню, я вот эту фразу произнес, контрольный сад, то есть там истинная серофима. Выглядите на это чудо. Это что, серофимы? Вот. Понимаете, как получилось? Получилась мировая сенсация. Почему? Потому что мне нужны постоянно подтверждения того, что происходит. Абрикос в Манчжурске за один год, помните, я вам сколько про это говорю, в три раза увеличился. Вот нормальный, нормальный. Ну, нормальный. То есть, я все этот. А там до 120 грамм получились плоды. Вдруг у Мичуринского абрикоса. Откуда эта способность? Это мы про это будем говорить, говорить и говорить. Вот. Видите? Вот. Ну, в общем, вы поняли. Вот эта вот сенсация. Она не просто сенсация. Она имеет право, я имею право утверждать, что, да, то так было в 15-м году, все задокументировано. Подходил к каждому дереву, говорил, 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 рассказывал. Но у меня в мыслях не было, что они станут такими. Наоборот. В то время я наивный подчеркивал, что они сохранятся первозданным. Елена Александровна, меня, помните, моя фразу, я их часто повторяю, меня не будет живых, вы должны знать все. Сегодня, кстати, заезжали к пианисту. Вот. Правильно? Так вот. Там тоже контрольные. И тоже вот такие же по размеру, да? Интересно, для чего. Увеличится размер, и увеличится, увеличится, увеличится. Вот. А мы все такое же, знаете, как, вот допустим, как. Раз на меня ушат грязи, а потом ничего не видим, ничего не слышим, ответа не ждем. И вот эта вот политика, да, да, это интересно. А вы представляете, я на них уже не сижусь, почему? Потому что, представляете, если бы заставить тоже Онгу Исакову или Наталью Медведеву, которые вы металлург, вы не генетик.